Из-за низких температур, которые держатся в Мурманске уже несколько недель, в домах мурманчан заметно похолодало. А вот в городской больнице с прошлой недели снова включено отопление. Несмотря на то, что котел больницы находится на обслуживании, медучреждение отапливается за счет новых технологий. Комфортно здесь себя чувствует даже Александр Сергеевич Пушкин. Тепло в больнице дали при первых же понижениях температуры воздуха на улице. Однако уже на этой неделе котельная, обогревающая больничный комплекс, остановилась на профилактические работы. Поэтому вопрос температурного режима в палатах и кабинетах сегодня решается подручными средствами. Мы перевели всю вентиляцию, которую у нас в отделениях есть современная система вентиляции, на режим зима. Настроена она на 23 градуса и в этих отделениях довольно комфортабельные условия. Еще раз повторю, что в понедельник снова отопление будет восстановлено. Но это не значит, что сейчас в больнице холодно. Тогда у нас просто электрическая нагрузка на наши системы будет уменьшена, потому что сейчас работают и тепловые пушки, и холодовые завесы. Умная система вентиляции в больнице появилась в прошлом году. Помимо подачи свежего воздуха и его фильтрации, она умеет и поддерживать необходимую температуру в помещениях. Правда, в режиме зима она еще не использовалась. Этим летом система, можно сказать, успешно прошла боевое крещение. На этом блоке контроллера можно выставлять температуру приточной вентиляции. Сейчас вставляет 26,5 градусов в режиме зимнем. Он, соответственно, показывает ту температуру, которая на данный момент на притоке у нас появляется. Это 25,4 градуса здесь указано. Глобальное потепление в больничных палатах заметил и Александр Сергеевич Пушкин. Полный тезка великого поэта лежит в сосудистом центре городской больницы с 21 июня. Замечает, что несмотря на непогоду за окном, в больнице находиться комфортно. А если вдруг становится чуть прохладнее, персонал всегда готов предоставить дополнительное одеяло. Да, обязательно. Все возможности. Пассиент всегда чистая. Капелька упала кровью где-то. Раз, просто заменили. Уже опять все чисто. То есть здесь сейчас очень даже неплохо. Особенно вкусная каша здесь. Готовят замечательно. В общем, не батареями едиными греются пациенты больницы. Замечает еще один пациент сосудистого центра Анастасия Смирнова. Теплое отношение персонала тоже помогает пережить и больничные будни, и июньскую непогоду. И вот еще, говорю, медсестра у нас есть процедурная. Вот я третий раз лежу. Я вам покажу сейчас руки мои. Ни одного синячка. Ни одного синячка. Ни единого. Как будто мне не делали и капельницы. Она попадает даже вот в одну дырочку. Несколько дней. Просто мастерство великое. Уж поистине дело мастер боится. Просто мастер-класс. К слову, в больнице не останавливается и подготовка к следующему зимнему отопительному сезону. В коридорах меняют батареи. Старые чугунные и уже засорившиеся убирают. И ставят новые, которые и выглядят эстетичней, и воздух нагревают лучше. Ко всему нагрев новых радиаторов можно регулировать, чтобы всегда соблюдать в помещениях комфортную температуру.